Продолжение следует... Ева Гримальди, Николь Гримаудо, Антонелла Панциани, Лунетто Сабино, Катерина Вертова, Нэнси Брилли в роли Вики и Вирна Лизи в сериале «Салон красоты». 25 августа Сентябрь Да? Добрый вечер, сеньора. Извините, что поздно. Франческа дома? Франческа, к тебе. Добрый вечер, сеньора. Привет. Привет, Лука. Привет, малыш. Что-то случилось? Давай отправим малыша к бабушке, а мы спокойно поговорим. Хорошо. Как уезжаешь? А я? Я так больше не могу. Она готова на всё, чтобы отравить мне жизнь. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Я и сам не хочу. Никола к тебе привязался. Что я ему скажу? Так будет лучше. Если честно, мне надоело торчать в этой дыре. Меня тянет в Рим или Милан. Там больше возможностей. Чёртов, Андреа. Он никогда тебя не стоил. Зануда. Его жена ещё хуже. Ждёт, не дождётся, когда я уберусь. Тогда в новом салоне будет заправлять она. В каком салоне? Они собираются открыть ещё одну парикмахерскую. Даже подобрали место. Старый салон напротив бара. Камилетти. Что? Что ты говоришь? А что? Значит, покупатель он. Дурочка. А я собиралась дать объявление в газете. Что тебя так возволновало? Я не понимаю. Мне надо поговорить с Андре. С Андре? Да. О чём? Понимаете, о чём идёт речь? Если мы договоримся с сеньорой Борси, вы сэкономите кучу денег. Но я не могу. Почему? У моей клиентки 60% акций. Она будет решать, кому и за сколько продать. Черина Борси, к сожалению, в меньшинстве. Черина Борси владелица моего салона. А я не знала. Да. Через три месяца нужно продлевать контракт. И мы договорились, что арендная плата останется прежней при условии, что я возьму новое помещение. Я не могу действовать через его голову. Я вас понимаю. Я бы очень хотел помочь, но я не могу. Всё равно спасибо, сеньор. Надеюсь, что я не потерял клиентку. Когда Луки не будет, значит, он решил уехать. Очень жаль. В этих обстоятельствах. Да. До свидания. Ну, что он сказал? Ничего. Я так и знал. Он не решится. Мне показалось, что он расстроен, что ты уезжаешь. Плевать. Надо было думать раньше. Я пойду. Да. Увидимся вечером. Не падай духом. Ты сделала всё, что смогла. Да, но было бы лучше, если бы Анна взяла деньги Чирину. Это я посоветовала ей отказаться и дать объявление, а теперь не знаю, как выпутаться. Наберитесь терпения. Подождите, вдруг найдётся другой покупатель. Дай бог. Увидимся вечером. Да, пока. Извините. Ничего. Извините. Вот. Парикмахерская в историческом центре. С хорошим ремонтом и новой мебелью. 200 квадратных метров. Отдельный вход. Думаешь, сработает? Должно сработать. Иначе придётся идти на поклон к вашему дяде. Почему ты не захотела с ним договориться? Ты ещё не понял? Потому что дядя Чирина мерзавец. Сара. У него свои интересы, у нас свои. У него столько денег. Почему он не хочет нам помочь? Почему? Потому что он мерзавец. Ха. Ха-ха-ха. Обязательно. Где я поставил машину, вы не помните? Там. Ты обещал, что мы пойдём в кондитерскую. Никаких кондитерских. Нунцио говорит, что у вас и так плохо с зубами. На минутку. Нельзя есть столько пирожных. Вы же знаете, что у вас всякий раз... Осторожней. Ладно, ладно. Купите себе по пирожному. И ждите меня в машине. Ты спятила? Как ты посмела сюда явиться? Я же с детьми. Нам надо поговорить. Поговорим по телефону. Ты всегда занята. Мне надоело ждать, когда ты соизволишь уделить минутку. Я тебя слишком хорошо знаю, чтобы на это купиться. Ладно, говори. Чего ты хочешь? Как чего? Ты забыл, о чём мы недавно говорили? Я не понимаю, что тебе нужно. Неужели? Извини, меня ждёт жена. Мне плевать на твою жену, ясно? Ты год кормишь меня обещаниями, а я как дура жду. Ты же знаешь, что это не просто мне нужно время. Мы прожили вместе 15 лет, их так просто не вычеркнешь. Что ты хочешь, чтобы я взял и ушёл к тебе? Ты никогда её не бросишь, Чирина. Признайся хотя бы раз в жизни, скажи правду. Говори тише. Захочу, буду кричать, ясно? Я буду орать на весь город. Пусть все знают, что ты лжать. Заткнись. Я по объявлению. Да, я работала машинисткой, умею стенографировать. Довольно давно. До замужества. Нет, нет, я не умею пользоваться компьютером, но это не страшно. Я быстро учусь. Ясно. Всё равно спасибо. Здравствуйте, я по объявлению. Конечно, итальянка, а что? А, без оформления. Это не страшно. Извините, какая зарплата? Понятно. Простите, что? 51. Да, я 49-го года, а что? Алло. Грубее. Что ты делаешь? Ищу работу. Подожди, пока кто-нибудь позвонит по объявлению. Куда торопиться? Если до сих пор никто не позвонил, возможно, что вообще никто никогда не позвонит. А что говорит Франческо? Франческо. Не знаю. Я несколько раз звонила, но у неё выключен мобильный. Сейчас попробую ещё. Господи, Борси, что делать? Как что, ответить? Мы напечатали объявление неделю назад, и ничего. Ты сама виновата. Я понимаю, но что я ей скажу? Не прячься, ответь. Ну вот, не дождалась. Я ни при чём. Она меня избегает. Странно. Папа всегда говорил, что она толковая. Твой отец в этом не разбирался, иначе бы он не оставил нас нищими. Скоро новый учебный год, а у нас нет денег, чтобы заплатить за учебники. Мам, я тут подумала... О чём? Может, пропустить один год? Всего один? Я куда-нибудь устроюсь, помогу тебе с деньгами. Ты должна получить аттестат. Зачем, если нам будет нечего есть? Мама, надо что-то придумать. Алло, сеньора Борси? Да. Здравствуйте, Франческо Чальди. Это вы звонили? Извините, я не успела подойти. Вы понимаете, в каком я положении? Почему вы сразу не рассказали об этом, Андре? Я не хотела вас расстраивать. Я надеялась, что кто-нибудь откликнется. Я не могу просто сидеть и ждать. У меня совсем нет денег. Прошла уже неделя. Хватит. Я вас понимаю. Да. Пожалуйста, позвоните Чирино и договоритесь о встрече. Я согласна принять его последнее предложение. Надеюсь, что он не передумал. Хорошо, сеньора Борси. Я попробую. Спасибо. Как же я сразу не сообразила. Кто это? Алло. Лука, это я. Слушай, что я придумала. Франческо, ты знаешь, который час? У них что, совсем нет совести? Папа, это Франческо. Прости. Скажи, что я извиняюсь. Я знаю, что поздно. На тебя он никогда не сердится. Ты единственная женщина, которая мне звонит. Тебе захотелось поболтать? Нет. Меня вдруг осенило. Я нашла способ, чтобы все остались довольны. Тебе налить, мама? Привет. Почему ты не спишь? Я решила выпить чаю. Тебе налить, мама? Сколько можно просить, чтобы ты не оставляла окурки? Ты же знаешь, что у меня от них кашель. И для Никола это вредно. Мама, у меня есть идея. Ты не хочешь вложить сто миллионов? Ты сошла с ума? Сначала выслушай. Есть совсем новая парикмахерская. За сто миллионов. Мы можем купить сорок процентов акций и стать со владельцами. Дорогая, зачем нам парикмахерская? Мы сделаем ее лучшей в городе. Салон в самом центре. Он окупится меньше, чем за год. Франческо, это смешно. Ничего смешного. К нам уйдет Лука, а с ним уйдут все его клиентки. Вот в чем дело. В Луке. Он ни при чем. Я серьезно. Это хорошее вложение. Ты должна выбросить его из головы. Я сейчас не об этом. Франческо, ты ведешь себя как ребенок. Уже два часа, я иду спать. Почему ты не хочешь меня выслушать? Я не шучу. Не кричи, разбудишь Николо. Поговорим завтра. Спокойной ночи. Это глупо, мама. Отлично. Пусть я глупая, но мой ответ... Нет. Хочется убить. Она со мной обращается, как с девчонкой. Не сердись. Сто миллионов, это не шутки. На чьей ты стороне? Ты ее оправдываешь? Нет, нет, но... Привет. Привет. Это огромные деньги. Чтобы их вложить, нужно подумать не один, а сто раз. Давай сменим тему, иначе я поссорю с тобой тоже. Знаешь, куда я сейчас иду? Нет. Кланяться многие этому мерзкому типу. Черина Борси. Кошмар. Привет, Лука. Привет, у меня погодка. Не говори. Нельзя поосторожнее, вы меня испачкали. Что вы кричите? Успокойтесь. Срывайте свою злость на других. Я ее не выношу. Просто не выношу. Ужасная грубиянка. Всякий раз, когда мы встречаемся, что-то не так. На самом деле она милая, только кажется заносчивой. Пойду, может утихно. Ладно, и не вешай нос. Тебе легко говорить. Пока. Ну, как дела? Плохо. Что такое? Не хочешь снять очки? Господи, что с тобой? Официально упала с лестницы. На самом деле тебя избили? Причем по лицу. Синьорита Чайди, какая приятная неожиданность. Я пришла, чтобы обсудить продажи доли моей клиентки. Сколько вы запросили, когда мы последний раз говорили по телефону? Я не помню. Не помните? А я помню отлично. 300 миллионов за облачная сумма. Нормальная цифра. 120 миллионов положил ваш кузен. 100 миллионов вы взяли в кредит. В банки и... И 20 на взятки. Проходите, проходите. Вы пользуетесь безвыходным положением вдовы с двумя детьми на руках. Если бы она нашла 100 миллионов, я бы с удовольствием уступил свою долю. Вы знаете, что у нее их нет. И что? Проходите, проходите, не стойте. Извините, я забыла выключить. Алло. Алло, Франческо. Ни на что не соглашайся. В каком смысле? Возьми еще 24 часа. По-моему, я нашел покупателя. Я тебе позвоню. Извините, сеньор Борси, давайте отложим этот разговор. Что случилось? Нам нужно подумать. Моя клиентка просит еще 24 часа. Я начинаю терять терпение. Чем дольше вы будете тянуть, тем меньше получите. До свидания, сеньор Борси. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Вы уверены, что это правильно, устроить в таком месте элитный салон для женщин? Это здесь. Я все взвесила. По-моему, это хорошая мысль. Да. После сюрприза, который мне устроил муж, я поклялась больше никому не верить. Обещаю, что это в последний раз. Куда мы идем? Проходите. Спасибо. К возможному покупателю, дай бог. Вы готовы торговаться до упаду? А что мне остается? У меня нет другого выхода. Может, перейдем на ты? Звони, уже 9. Привет. Вы не забыли, зачем пришли болтушки? Анна, познакомься с Лукой. Привет. Проходите. Спасибо. Красиво. Черт, все подгорело. Извините, я забыла включить таймер. Присаживайтесь, будьте как дома, я сейчас. Спасибо. Я ее знаю. Я тоже. Ну? Что я говорил? Она потрясающая женщина. И хорошо готовит. Отлично. Мы уже час говорим о макаронах, пицце и о соусах. Какое она имеет отношение к салону? Наберитесь терпения и будьте полюбезней, хорошо? Кофе. У вас прекрасный дом. Вы все сделали сами, своими руками. Вам нравится? Очень. Спасибо. Сахар? Одну. Прошу. Мне тоже. Прошу. Спасибо. Мы несколько раз встречались за последние дни. Да. Это похоже на знак свыше. Не думаю, хотя... Да, слишком много совпадений. Как будто нас свела судьба. Кто вы по знаку? Рыба. Я тоже, точно судьба. Тебе две. Как всегда. Спасибо. Я люблю сладкий. Поговорим о делах? Да. Итак. Я представляю это так. Вы будете управляющей. Лука, естественно, ведущий стилист. Вы исполнительный директор. Я займусь дизайном. И если вы не против... Связями с общественностью. Что скажете? Все хорошо, но... Кто даст деньги? Это большие деньги. Доля очерина, да? Да. Значит, и деньги будут его. Извините, я не понимаю. Видите ли, сеньора Борси, вам известно, что я и кузен вашего мужа... Мы друзья. Да, я знаю. Надеюсь, что вы не будете меня строго судить. Я уже заплатила за свои ошибки. Нет, что вы, я никогда никого не сужу. Но я все равно не понимаю, что общего между этим и нашей проблемой. Сейчас объясню. Весь последний год ваша покорная слуга Вики Мельци... Жила в тени человека, который оказался эгоистом. Она отказалась от перспективной работы диктора на телевидении... Чтобы готовить ему ужины... И сидеть вечерами одной. И ждать... Когда он соизволит явиться. И ради кого? Ради негодяя и мерзавца. И я подумала, что за год, проведенный в запертии, за испорченную репутацию, я могу потребовать компенсацию. Вы уверены, что он отдаст 100 миллионов? Черина жуткий скряга. Со скрягой можно справиться. Нужно только найти подход. Предоставьте это нам. Хорошо. Я ушел. Ты куда? Извини, проблема на работе. У тебя всегда проблема на работе. Ты вернешься к ужину? Папа много работает, он не может торчать с тобой дома. Что? Что ты говоришь? Он бегает целый день взад-вперед. А ты сидишь дома и занимаешься чем хочешь. Надо же, чем у вас учит папа. Давай, давай, иди. Синьор Борси, извините за беспокойство. Я пришел, чтобы, как обычно, сделать укладку и нашел ее в постели, без сознания. Вы звонили в полицию, скорую помощь. Нет, только вам. Молодец. Никто не должен знать. Я рассчитываю на твое молчание. Идите к Вике. Как она? Жива. Что ты наделала? Неужели из-за синяка? Нет, дело не только в этом. Я тоже виновата, прости. Я не могу отделаться от дурацких мыслей. Дурацких? Да. В голову лезет всякая ерунда. Например, позвонить твоей жене и рассказать о нас. Но ведь это нехорошо. Конечно, нет. Будет только хуже для всех. Тогда ты должен мне помочь, Ирина. Я так больше не могу. Я хочу исчезнуть из твоей жизни. Я попробую начать сначала. Без тебя. И он согласился? Вики, ты прелесть. Лука тоже постарался. Сколько ты меня гримировал? Два часа. Около того. Итак, вот. Здесь сто миллионов. Я могу их получить через неделю. Чирина раскошелился. Я очень тронута. Ты не представляешь, что это для меня значит. Последние десять дней я жила как в аду. Читала объявления в газетах. Звонила по телефону. Мне жалость. Спасибо, Вики. Не за что. Это принадлежит тебе по праву. Чирина воспользовался доверчивостью твоего мужа. Так что он получил по заслугам. Мне его не жаль. Ты заслуживаешь лучшего. Да. Точно. Присаживайтесь, сеньор Борси. Итак, какие у нас новости? Новость всего одна, но достойная. Мы нашли сто миллионов, чтобы выкупить вашу долю. Вот договор. Поставьте подпись. И он сразу вступит в силу. Я не подпишу. Прости, что? То, что слышала. Нет. Это векселя на сто миллионов, подписанные твоим мужем. Гарантия кредита, который он взял в банке. Какие векселя? Вы уже получили сорок процентов акций. Чего вам еще? Ты заставил его подписать векселя? Как ты мог? Я это сделал на всякий случай, чтобы себя обезопасить. На случай, если салон придется продать дешевле. Мерзавец. Дорогие дамы, а чего вы хотите? Бизнес есть бизнес. Лука, ты правда уходишь? Доработаю эту неделю и прощайте. Жалко, тебя будет не хватать. Мне тоже будет тебя не хватать. С тобой приятно иметь дело. Лука. Я хорошо его знаю. Мы много лет работаем вместе. Он очень переживает, поверь. Лука. Извини, что отвлекаю, но тебя ждут клиентки. Ты идешь? Я все думаю о том, что он говорил. Дай мне время, и мы будем жить вместе, нам больше не придется прятаться. И все сразу поймут, как много ты для меня значишь. Знакомая песня. Они все такие, Лука, все одинаковые. За нас, Вики. За нас. Пусть идут к черту, они нас не стоят. К черту. И Черина, и Андре. Поклянись, что ты больше не свяжешься с женатым мужчиной. Мой женился уже после. Да, тогда поклянись, что больше не будешь его делить с другими. Клянусь. Я тоже клянусь. Если не сдержу обещаний, ты можешь облить меня вином. Отлично. По рукам. По рукам. За тебя. Привет, мы только что открыли бутылку. Что с вами? Нужны еще сто миллионов. О, боже. Добрый день. Добрый день. Мне нужен доктор Борси. Он дома. Проходите. Спасибо. Извините, кто вы? Клиентка. Чирино. Что? К тебе пришли, дорогой. Добрый день. Добрый день. Извините, что беспокою дома, но у вас выключен мобильный. Идемте в кабинет. Я приготовлю кофе. Нет, спасибо. Я на минутку. Какого черта? По-моему, мы все решили. Ты себя ведешь не как джентльмен, Чирино. Это не хорошо. Что ты несешь? Я ожидал сто миллионов. Я не об этом. Ты невежлив с моими подругами. С какими подругами? Что ты болтаешь? Чего ты от меня хочешь? И говори тише. Она может услышать. Или ты отдашь мне векселя, подписанные твоим кузеном, или я иду к твоей жене. С ней ты тоже так кувыркаешься в постели. Вот так. Это последний вексель. Теперь можно открыть бутылочку. Да. Неужели он хорош в постели? Неплохо, особенно, когда кладет руку... Вики, Вики, открой ты. Или вот еще, смотри. Извини, Вики. По-моему, у нас есть более важная тема. Например, когда мы хотим открыться, нужно набрать людей, и я один не справлюсь. По-твоему, сколько нужно человек? Как минимум... Один парикмахер, еще два или три помощника, и, конечно, маникюрша. Маникюрша у меня есть. Хорошая. Дузка. Ты ведь работала у Армандо маникюршей? Да. Ты это умеешь? Не очень. У меня мало опыта. Ничего, детка. Научишься. Проклятье. Я говорю... Проклятье. Я ведь предупреждала. Я говорила, что это плохо кончится. Но нет. Нет. Ты потерял кучу времени, Андрей, и позволил себя провести, как законченный идиот. Я просто был осторожен. Я не мог рисковать такими деньгами. И правильно, Черина Борси оказался мошенником. Ладно, ладно, ты прав. Прав. Что мы имеем в результате? Нового салона нет, зато появился конкурент. Фантастика. Увидишь, сколько клиентов уведет твой дружок. Страшно подумать. Его же обожают. Лучше бы он остался. Ты сама его выжила. Да мне нет до него дела. Я переживаю за наш бизнес, дорогой. Тем более, что ты не в состоянии им заниматься. Ты все время к нему цеплялась. Ты мечтал о том, чтобы я его выгнал. Потому что я твоя жена. И мне не все равно, что о тебе говорят. Хотя какая разница, если я окажусь на улице из-за твоего паршивого дружка. Выбирай выражение, Анна Лиза. Иначе ты действительно окажешься на улице. Нет, нужно делать вот так. Смотри. Хорошо. Осторожно, не запачкайте пол. Слушаюсь, сеньора. Кто подойдет? Я. Алло. Привет, ты где? А мы тебя ждем. Да, да. Хорошо, конечно. Договорились. Увидимся вечером. Пока. Пока. Кто это? Анна. Она сказала, что сейчас не сможет прийти, она будет только к вечеру. Но это не страшно, исполнительный директор с нами. Хватит бездельничать, иди поработай. Вот вредная. Что скажешь, тебе нравится? Красиво. Ты выбрала отличный цвет, молодец. Ты мне до сих пор не доверяешь? Нет. Сначала ты меня вообще терпеть не могла. Пока я не разобралась, какая ты на самом деле. И какая же я, по-твоему? Замечательная. Веселая. Настоящий друг. Если ты не хочешь, я не настаиваю. Ты должна быть в себе уверена. Я не могу оставить ребенка. Тогда на мне точно никто не женится. Не нужно бояться. Я не боюсь, сеньора. И не чувствую себя виноватой. Ты решилась на это, потому что ты не сможешь дать ребенку нормальную семью. Ты еще встретишь хорошего человека. Вы поженитесь. И у вас обязательно будут дети. До свидания. Узи по коридору налево. Сеньора Митравич. Проходите. Доктор вас ждет. Нет. Нет. Мы передумали. Хорошо, как скажете. Правда? Если твой жених не поймет, значит, он идиот. Это большой грех убить живое существо. Вы поможете объяснить, когда он приедет? Конечно, помогу. Не бойся. А насчет Сары и Микеллино. Они хорошие ребята, веселые, открытые. Конечно, сначала будет непросто. Поэтому пока не стоит говорить им всю правду. Послушайте, сеньора, ваши дети... Хватит сомневаться, Дузка. И давай перейдем на ты. Проходи. Ребята. Мы здесь. У нас гость. Привет, Дузка. Вы знакомы? Я хотела сказать, но... Ты не дала договорить. Мама, мы познакомились через неделю после гибели папы. Мы ездили к ней в Санта-Риту. Кто вам сказал? Дядя? Мама, об этом все знали. Ты же знаешь, у нас ничего нельзя скрыть. Мне рассказали девчонки в школе. Почему же вы не сказали мне? Мы боялись, что ты расстроишься. Как всегда, все узнаю последнее. Господи. Ты добрая. Ты такая хорошая. Ты такая хорошая. Здравствуйте, сеньора Рэнси. Привет. Неплохо получается, да? Еще несколько штрихов и готово. Не хотите зайти и взглянуть? Нет, спасибо, я тороплюсь. В другой раз. Как угодно. Мы пригласим вас на открытие. Пока. Пока. Она чуть не умерла от злости. Я это называю мелкие радости жизни. Мы пригласим вас на открытие. Какая мерзкая девица. Какая мерзкая девица. Я вам устрою открытие. Вы проклянете день, когда перешли мне дорогу. Ничего, вы узнаете, с кем вы связались. Аньезе, твой муж целый год изменяет тебе с Вики Мельце. Роскошной девицей много моложе тебя. Доброжелатель. Вики, у меня нет слов. Здесь так красиво. Вики, ты молодец. Огромное спасибо. Я это обожаю. Аплодисменты. Девушки, выпьем. Да. Опять? Мы только и делаем, что пьем. Это же здорово. Осторожно. Держи. Спасибо. Анна. Я здесь. Тот. За умницы, красавицы. За нас. За нас. Ты что? Мне страшно. Вдруг у нас не получится. Всегда страшно начинать с нуля. Но мы сильные, мы справимся. Да, да. Конечно, придется потрудиться. Например, нужно дать большую рекламу. Это я беру на себя. А управляющей нужна новая прическа. Ты думаешь, да? Я всегда так носила. Вот именно. Ты, так сказать, лицо салона. Твой внешний вид должен соответствовать стилю и духу заведения. Ты главная героиня вернисажа. Почему героиня? И при чем здесь вернисаж? Я не понимаю. Мы доверим тебе разрезать ленточку. Отлично. Я никогда этого не делала. Надеюсь, я справлюсь. Ничего сложного. Берешь ножницы и режешь. Автор перевода Даниил Немтинов. Редактор Михаил Богуш. Звукорежиссер Константин Бойков. Текст считали актеры Елена Теплая, Александра Тихомирова и Всеволод Калошин. На русский язык фильм озвучен по заказу компании Твин в 2005 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин